Здравствуйте! Сегодня я хочу показать семена низкорослых растений, которые я буду садить в этом году. Начать хочу с петунии. Это фирма, я уже брала в прошлом году. Хочу попробовать, здесь 10 семян, хочу попробовать посадить снова. Она низкорослая, единственное, ее нужно садить в феврале, чтобы через 3 месяца увидеть цветение. Цветет она все лето, украшает кумбы очень хорошо. В этом году хочу попробовать первый раз посадить колиус. Я не очень люблю, когда продаются смеси, но других не было вариантов. Смесь это всегда сюрприз, что будет в итоге. Попробую. Все растения сочетаются между собой. Листва, например, хорошо сочетаются с петунии этого цветка. Да и красные, бордовые сочетаются. В общем-то, можно подобрать, будет композиции, даже если не самые удачные будут. Если даже все одинаковые вырезут растения. Лабелия. Каждый год ее сею. Очень люблю. Она очень украшает. Эту я взяла 10-20 сантиметров. Называется голубой ковер. Тоже сею ее в феврале, чтобы увидеть цветение летом. Цветет все лето. Сочетается с очень многими цветами. Есть, бывает, разных цветов, но я люблю именно голубую. К лабели я всегда докупаю ценерарию. Пакетик у меня открыт, потому что я уже посеяла ее. Она долго, медленно, точнее растет. Ценится все-таки из-за своей серебристой листвы. Очень красивое сочетание получается с лабелией. И буду садить их рядом. Далее я накупила фиалок. Точнее, это виолы. Анютины глазки в народе называются. Купила разных цветов. Они тоже низкорослые, красивые расцветки, очень необычные. Швейцарский гигант я уже сеяла. Действительно получились очень крупные цветы. 6-7 сантиметров в диаметре. Цвели все лето. Даже и не лето. В этом году была очень теплая осень. Практически до ноября цвели фиалки у меня. В этом году решила добрать другие цвета. Потому что у меня были белые и фиолетовые просто. И очень люблю еще левкой. Это я уже тоже посеяла. Сеять надо рано. Он как-то медленно тоже растет. И в принципе его можно сеять и в грунт. Но если посеять в грунт, то вырастут цветочки будут в августе где-то. Ну может быть в конце июля. Как бы хочется любоваться цветением все лето. Поэтому я его сею рано. Для него надо очень небольшая емкость. Так как корневая система небольшая, он места много не занимает. Потом хочу из многолетников. Тоже все низкорослые. Посеять астру всем известную. Очень она мелкие цветочки. Красиво смотрится. Опять же смесь. Других не было. Но думаю, будет красиво. Они все между собой сочетаются. Точно так же взяла аквилегию низкорослую. Она правда уже 30-40 см. Цветет она на следующий год. Зацветет. В этом году цветения не будет. Но все равно посею ее где-то сейчас в феврале. И гвоздика. Тоже беру первый раз. Надеюсь, что это будет такой коврик из гвоздики. Опять низкорослая. 25-30 см. У нее даже декоративная листва. Если цветочки отцветут. Хотя она в принципе долго цветет. То листва у нее всегда декоративная. Это будет интересно смотреться. Опять смесь. Будет сюрприз, что у меня в итоге получится. В ящике балконные взяла сульфинию. Беру первый раз. Это дорогие семена. Они 48 гривен стоили. Но это где-то 2 доллара. Как бы для семян не дешевая цена. Тут их всего 10 штук, по-моему. Да, 10 штук. Цвет немножко не такой в реале. Это цвет лососевый. Написано на упаковке. Здесь немножко такой розовый. Так как она будет в контейнерах. В принципе, я ее не собираюсь с ничем сочетать. Она будет висеть в контейнерах на беседке. Надеюсь, что заявленные характеристики будут соответствовать. И те семена, которые я тоже люблю, но сеять можно сразу в открытый грудь. Не занимать на подоконниках окна с рассадой. Это Алису. Он низкорослый, стелющийся. В основном я всегда беру белый цвет. Хотя есть еще там фиолетовый, розовый. Но белый, он сочетается с любыми цветами. Поэтому не нужно там подбирать какие-то определенные под него расцветки цветов. Можно садить к любым. Он очень хорошо обрамляет клумбы, бордюрчики из него можно одеть. Да и просто какие-то такие цветовые пятна. Чернобрывцы. Каждый год я их беру. Но в этом году взяла ускалистые. Мелкие. Они невысокие. Где-то тоже 20-30 сантиметров заявлено. Они должны быть такими кустиками, шариками с мелкими цветочками. Мне кажется, это будет очень красиво. Особенно вот такое вот сочетание с агератум, который тоже 15-30 сантиметров. И будет, мне кажется, ярко друг друга. Они будут подчеркивать, садить их буду где-то рядом. Дальше портуаг. Он, наверное, уже не требует представления. Это очень неприхотливый цветок. Единственное солнечное место, условия для его преозрастания. Буду сеять на улице. Потому что туда редко я добегаю, чтобы полить. И поэтому, я думаю, там ему будет нормально. А если получится полить, то ему будет замечательно. На стуце я вишенка беру не один год. Мне нравится цвет цветов на стуце. Но у нее очень интересная и листва. Даже если она не цветет, она как бы зацветает чуть-чуть попозже. Не в мае, а там уже к июню. Но вот именно нравится цвет такой малиновый. Интересно смотрится в клумбе. И опять же, сочетается со всеми моими цветами, которые я сажу на клумбе. У меня много теневых таких мест, паутени. И для этого я беру бальзамин. Он немножко, хоть и низкорослый, но создаёт такую вертикаль. Он 25-45 см. Это достаточно высоко по сравнению с моими цветами. И иногда, где нужно создать вертикаль, я его сею. Ну, конечно же, учитываю, что всё-таки полутень. И хороший полив ему нужен, чтобы он был такой мясистый. Красивые цветы у него очень красивые. Такие роскошные. Можно сеять сразу в грунт. Можно немножко заранее посадить в пложку. И уже рассадой садить. Ну, в принципе, и так, и так он вырастает хорошо. В этом году снова буду сеять крупноцветковую гордец. Я её уже сеяла, и уже не один год. Но, наверное, что-то было с семенами. Она не всходила. И, как бы, опять энная попытка. Буду пробовать сеять, потому что цветок очень нравится. Очень красивый, роскошный. Сеять надо сразу в грунт. Но, может быть, попробую посеять и на рассаду. Например, какие-то торфяные горшочки, чтобы цветок не понял, что его даже пересадили. Посмотрим. Эшольция, всем тоже известно. Обычно всё-таки оранжевые цветы. У меня есть и оранжевые семена цветов. Я их просто собрала у знакомой. А это розовая, пурпурная. Опять же, она очень хорошо будет сочетаться с моими основными посадками на клумбе. Поэтому я выбрала её. Думаю, что цвет будет заявленный совпадать и будет очень красиво. Цветочки у неё интересные. Их много. Она не очень прихотливая. Единственное условие – это солнечное место. И майоры низкоросые. 30-40 см. В прошлом году я садила точно такие же, но другой фирмы. Естественно, выросла не то, что было заявлено. Выросла метровая, такая огромнейшая. Но с такими цветочками. Огромные были майоры. Но цветы именно этому расцветка соответствовала. Шарики такие же были набитые, хорошие. Попробую эту низкорослую. Возможно, не удастся. Вот такие вот семена я посею в этом году. И вам покажу, как я буду сеять некоторые из них на рассаду и в клумбу. Всего хорошего. До свидания.